Долгожданные приказы о зачислении на 2018 и 2019 года в Казанский федеральный университет продолжают радовать поступивших. 5392 человека было зачислено на бюджетную форму обучения, включая льготников, медалистов, целевой направлений и заочников. По сравнению с прошлым годом это были 4980, то есть превышение 512 мест. Но не стоит понимать буквально, потому что по некоторым специальностям произошло повышение, по некоторым снижение. В Казанском федеральном университете в этом году будут учиться и 84 стобальника. Из этих 84, 71 поступили на бюджет, 13 на контракт. Большинство стобальников, это стобальники по русскому языку, 51 человек. Далее это химия, 15 человек. 6 человек это история и информатика. В списке поступивших значится и 14-летняя Лина Мухамедзянова. Девушка будет обучаться в Институте международных отношений КФУ на направлении лингвистика на контрактной основе. На лингвистику достаточно высокие проходные бомбы. По этой причине тех бомб, которые было недостаточно, чтобы пройти на бюджет. Для 14-летнего ребенка показать такие результаты, у него 247 баллов, да очень высоко. В этом году на 1,6 вырос и средний балл поступающих. Он составил 74,44. Абитуриентам, которым не хватило баллов для поступления на бюджетную форму обучения, могут найти себя в списке поступивших на контрактную форму обучения. Первый приказ вышел 15 августа. 4 075 человек зачислено, причем 387 из них это на магистратуру и 3688 это на бокового ряда. На сегодняшний день заключено уже более 6 тысяч договоров. Это я вам скажу на 384 договора больше, чем на аналогичную дату прошлого года. 1107 договоров заключил Институт управления экономики и финансов, набережный Челнинский институт 1190 и 1200, это вот лидеры, это институт международных отношений и истории востоковедения. Как отметил ответственный секретарь приемной комиссии КФУ, более 70% абитуриентов воспользовались услугами рассрочки при оплате учебы. Второй приказ по контрактникам выйдет 22 августа, 3-29 августа. Анна Глазунова, Леонард Валитьяров, Универньюз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...